О брожениях, происходящих в Кремле, ситуации на линии фронта, а также о безопасности в Одесском регионе, обо всем этом прямо сейчас поговорим с нашим гостем Сергеем Брачук, спикер Украинской добровольческой армии, с нами на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую, коллеги. Слава Украине. Героям слава. Ну вот Владимир Зеленский говорит, что Путин не контролирует региональную политику, не контролирует абсолютно тех людей, которые там есть. Вся вертикаль, которая была у Путина, она посыпалась. И вот именно поэтому вагнеровцы так легко шли, их некому было остановить. И вот после этого мятежа, что интересно, в Кремле в очередной раз заговорили о необходимых переговорах. Сначала это был Медведев, который сказал, либо мирные переговоры, либо ядерная война. А вот буквально накануне переговоров требовал Лукашенко, но и который, кстати, параллельно пугал контрударом России на юге Украины и выходом к Приднестровью. Что можете сказать по этому поводу? Ну, что касается вертикали, так называемой вертикали власти Путина, действительно мы видим, что система, она порочна. Система, которая строилась на верности царю и не более того, она действительно дала сбой. Более того, я думаю, что, скорее всего, развал России будет начинаться не просто по какому-то политическому принципу и каким-то политическим признакам. Он будет начинаться, скорее всего, по национальным признакам. Я говорю о тех национально-территориальных формированиях, которые сегодня и сшивают этот лоскуток, который называется пока еще Российская Федерация. Именно национальные квартиры могут активно начинать выступать против Путина как символа этой власти, нынешней власти и нынешнего государственного устроя в России и будут не просто требовать себе какой-то автономии, каких-то больших прав, а и вообще задумываться серьезно о государственном суверенитете. Тут необходимы только определенные толчки, которые активизируют эти процессы. На самом деле, они действительно уже давно идут, и то, что Москва не контролирует регионы, это стало очевидным после того, как сыпется власти в Белгородской области, сыпется власти на Брянщине, Ростовский регион. Мы видим, что стоило только зайти определенным силовым структурам, даже не армиям. Там Ростов, это Вагнер, допустим, там русские подразделения, которые борются с Путиным, в Белгородской области, и все сыпется, действительно защищать режим некому. Да и особой охоты тоже нет. Ну а что касается, скажем, вот того вопроса, который вы задаете, то переговоры. Почему Лукашенко примеряет на себя вот этот костюм миротворца? Ну, понятное дело, что он спит и видит себя руководителем того союзного государства, которое Путин пытался строить, в итоге вырастил такого себе маленького монстра, который еще не замечает, вот фамилия Лукашенко. Что касается Медведева, тут все понятно, через него как раз и передает Путин определенные сигналы, не столько даже Украине, тут с нами это все понятно. У нас есть своя формула мира, формула президента Зеленского, мы действуем согласно этой формуле и отступать от нее не собираемся. А вот объединенному Западу, да, через Медведева можно передавать страшилки, потом переходить от Кнута к Прянику. Ну и, собственно, Лукашенко тоже, видите, он начинает использовать такой принцип Кнута и Пряника, опять угрожает. Да, сначала переговоры, а потом пугает, да, Конт. Да, абсолютно верно. Ну и сейчас буду вспоминать и зерновую инициативу, видите, тоже вокруг нее сегодня очень много ломается копий, и, опять-таки, это механизм для некой попытки не сколько устрашить Украину, а попытаться влиять на коллективный Запад. Я уверен, что коллективный Запад в этот раз точно не дрогнет. Как минимум, коллективный Запад сегодня уже видит, чего стоит путинская Россия с точки зрения безопасности, и прекрасно понимает, что сегодня надо строить не только мировую систему безопасности, сегодня надо строить систему безопасности, собственно, в самой России, потому что она может угрожать и Европе, и миру. Поэтому я думаю, что, как бы сегодня сейчас странно ни прозвучало, я думаю, что вопрос с Путиным, он решен. Вопрос только о преемнике, о той системе власти, которая наступит уже после эпохи Путина. Более того, посмотрите, некоторые политики говорят о том, что, ведь президент Зеленский сказал, с Путиным за стол переговоров садиться никто не будет. И увидите, что будет сейчас всплывать такой момент. А если переговоры без Путина, и такое тоже может появиться уже в ближайшее время. И, опять-таки, через того же Лукашенко. Скажите, ну вот в этом недавнем интервью СНН Владимир Зеленский еще говорил о том, что Путин находится не в полном информационном понимании и адекватности. И вот ему дают только положительную информацию, а плохую он вообще слышать не хочет. Сергей, как считаете, когда вот настанет прозрение у Путина, да, у тех, кто еще ему верит, ну их совсем немного, да, когда такие процессы начнутся, и что для этого нужно? Какой-то еще один марш справедливости? Ну, так называемый, да. Ну, Путин, понятное дело, не проснется. И вообще бы не проснулся. Я бы этого хотел, наверное, так же, как и миллионы украинцев, миллионы граждан всего мира. Что касается, откроются ли глаза у россиян, я тут стаюсь все-таки пессимистом, потому что, ну, что-то глобальное должно в самой России произойти. Отчасти то, о чем мы с вами говорили, это не только расслоение этого общества, не только понимание того, куда и к чему привел Путин Российскую Федерацию, но и то, что жизнь стала совсем невыносимой. Прекрасно понимаем, что сегодня видно, кто немножко знает историю, сегодня все признаки, ну, как минимум, где-то 1916 года налицо в Российской империи, и сегодня эти исторические параллели можно провести. Поэтому элиты и допустили, это ведь не Путин действительно допустил марш справедливости, звучит смешно, конечно, да, от Пригожина это элиты хотят показать то ли сами себе, то ли в том числе и Путину, что, ну, все, пора с этим заканчивать. То есть это такие сигналы позволили провести этот марш справедливости и показать. Система плохая. Опять-таки, можно говорить о том, что пытаются таким образом выяснить и настроение общества. А настроение общества, они очень красноречивы. Мы видели, как встречали Пригожина. Кто такой Пригожин, да, то есть это взрастили информационно. Вот такой символ определенный. Почему верят часть людей Путину на сегодня? Не потому, что это хороший Владимир Владимирович. Боже, сам сказал, что не поверил, что именно так. Потому что это некий символ некой российской государственности. Они еще верят в то, что это государство существует. Определенные рамки его действительно есть. Но системы безопасности нет. Армии фактически нет. И когда у людей начинают происходить нехорошие вещи, хлопок в Белгородской области, они начинают, ну, если не прозревать, то понимать, что-то происходит не так. Ростов – это только начало. Это маленькая искорка. Но мы помним, как на Руси из искорки возгорается большой атлайд. Сергей, вот еще интересно говорил президент о том, что еще один такой поход кадыровцев или пригожинцев на Москву, и власть просто завалится. И вот я себе представил на Москву, если пойдет, ну, те же кадыровцы пойдут. Я, честно говоря, даже сомневаюсь, что военнослужащие Российской Федерации обычной будут выходить против них воевать. При том животном страхе, который у них вызывает слово кадыров, вызывает слово кадырцы, чеченцы, да. И мне кажется, что они просто будут класть оружие или к ним присоединяться, или просто не будут им мешать пройти Кремлю, как вы считаете? Я полностью соглашусь. Ну, давайте исходить. Сейчас вот так перенесемся. Это яркий пример, показательный. Фронт, Таврийское направление, Южное направление. Мы прекрасно знаем, кто сегодня находится в так называемых заградительных отрядах. Они вновь появились на линии фронта. Если мы говорим о некоторых населенных пунктах, которые сегодня, там очень тяжелые идут бои, очень тяжело нам действительно даются нашим вооруженным силам, а те метры освобождения нашей территории, то те войска, те подразделения, с которыми лоб в лоб приходится нашим воевать, то за ними действительно появились кадыровцы. И животный страх. Или убьют кадыровцы, или придется погибнуть тут от ударов вооруженных сил Украины. И они больше боятся кадыровцев. Они идут на явную смерть, действительно не сопротивляясь, вместо того, чтобы поднять свои подразделения, развернуться и выйти против тиктокерских войск. Пойдут ли кадыровцы на Москву? Вот сразу немножко так перескочу. Я думаю, со временем вполне это вероятно. С другой стороны, прекрасно понимаем, что там тоже есть такой символ, сам кадыров, я думаю, что многие метят себя на его место и подумывают об этом, чтобы эта часть Кавказа была свободна от России. С другой стороны, абсолютно не исключаю, что эти кавказские элиты, условно элиты, они могут замахнуться и на саму Москву. Потому что мы прекрасно понимаем, что те, кто допустил марш Пригожина, где-то в рукаве боярского этого кафтана, они придерживают и карту с Кадыровым. Я думаю, что она будет в свое время использована. Ну, знаете, вот я вспомнила, что когда кадыровцев позвали же разобраться с походом Вагнера, они так спешили, что на сутки опоздали. Пришли уже просто сфотографировались и все. А вот когда женщину избить в Чечне, 15 человек, на одну женщину наголо облить зеленкой, вот там вот они были вовремя. Тут тоже могу согласиться. Мне довелось воевать рядом с чеченцем, представителями Чкорийской республики. Это батальон имени Шайка Мансура. Сегодня многие побратимы снова находятся на фронте, снова воюют с российским оккупантом. Вот это действительно джигиты, это люди своего слова, люди, которые прекрасно понимают, что такое современная Россия, что такое современный представитель их народа кадыров. И мы видим, что вот этот элемент кавказский, элемент чеченский, если хотите, я уже об этом отчасти сказал, он может тоже стать некой такой определенной искоркой для того, чтобы вот эта вертикаль власти, купленная, ну давайте говорить о реальности, ведь герой России Кадыров, который собирался воевать против героя России Пригожина, ведь он купленный. Его купили, купили его окружение, даже смерть отца, которую ФСБ взорвали, даже не остановила вот этого нечеловека, который сегодня говорит о том, что он очень любит Путина. Он его не любит, он его, я думаю, ненавидит, поэтому этот фактор может сыграть. Я еще раз скажу, видите, вот эти все признаки, они того, что Россия будет рассыпаться, я уверен, мы станем свидетелями всего этого, именно по национальным квартирам. Ну, по крайней мере, на сегодня это видно. И тут главное, наш посыл к Западу, наверное, должен быть, и об этом говорит президент Зеленский, не надо бояться процессов распада Российской Федерации. Просто надо делать так, чтобы это действительно не наукнулось всем нам остальным. Этот процесс необходимо мониторить, помогать тем здравым силам, которые в России еще сегодня остаются. Их мало, но они есть. И бояться не надо. Они распадутся, империи падают, и потом возникают нормальные, хорошие государства. Давайте посмотрим на любую историю. И еще хотели о Пригожине спросить. Да, вот в апреле этого года он выхвалялся своей ЧВК, и вот в одном из интервью рассказывал, что русский сапог дойдет до Одессы Николаева и Харькова. И тогда он еще сказал, ждите, да. А теперь вот видим, что у этого человека и след простыл. Непонятно, где он, что с ним, да. Очевидно одно, у него очень большая коллекция там париков, паспортов. Да, достойная коллекция. Но все-таки хотели услышать и ваше мнение. Где всплывет вот этот персонаж в Беларуси? Появится ли вновь на Украинском фронте? Ну, я бы хотел, чтобы он всплыл так, как всплывали элементы форменной одежды моряков с крейсера Москва у Одесского побережья. Тельняшки, бескозырки, что там еще у нас было. Сейчас даже все не вспомнишь. Какие-то пуговицы морские. Сапогов пока мы еще не видели пригожинских. Я думаю, что увидим. Но это будут просто сапоги, которые канут в лету. Всплывет ли пригожин? Не знаю. Тут очень сложно сказать, готовы ли его использовать дальше, в той большой игре, которая сегодня происходит на российских просторах. Вполне вероятно. Хотя, опять-таки, учитывая, как разбивается и разбился сегодня его имидж, он, ну, давайте говорить так, он практически исчез. Что отделяет героя России Пригожина от бандита Пригожина? Один эфир Соловьева лайв. На России сегодня так. Поэтому все эти угрозы, это, опять-таки, для внутреннего потребителя. То, что несет Лукашенко, ну, опять-таки, возрастное тоже надо принимать во внимание. Сергей, давайте еще о ситуации на юге нашей страны поговорим. Ну, вот прошел уже месяц дня подрыва россиянами Каховской ГЭС. Накануне в нашем эфире мы общались с представителем Силы обороны Юга Украины Натальей Гуменюк. Она рассказывала о том, как большая вода смыла буквально блиндажи, там, окопы российских оккупантов на левобережье, минные поля их, да. Вот. Кроме того, говорила, что военные армии РФ пытаются вернуться на прежние позиции. Но велика опасность подрыва вот на их, фактически, собственных минах. Сергей, расскажите, что в Одесском регионе сейчас происходит спустя месяц после трагедии, находят ли, ну, те же смытые водой боеприпасы, мины до сих пор? Ну, коммунальщики работают, потому что побережье надо убирать, и мусора действительно намыло очень много. Но, опять-таки, впереди идут пиротехники. Сначала работают минеры, саперы, они должны посмотреть территорию, и только потом приступить к ее уборке. Говорили как-то и в вашем эфире о том, что очень надеемся на природу, она имеет такие свойства очищаться от всего плохого. Вода сегодня по-многому действительно стала чище. Сегодня те пробы, которые берут специалисты, они показывают. Ну, просто колоссальную разницу, как говорят в Одессе, это две большие разницы, что было месяц назад, полмесяца, неделю даже назад и сегодня. Но купаться нельзя, сразу хочу сказать, сразу всех предупредить. Запрещено купаться, насколько мне известно, как минимум до 1 августа такой запрет продлится. Но, опять-таки, понимаем, что минная безопасность в Черном море, она никуда не подевалась. Этот вопрос остается очень актуальным, так же, как и, допустим, возможности ракетных и дроновых ударов именно по Одесскому региону. Мы сегодня говорим не столько о море, мы сегодня говорим о наших полях, о наших аграриях. Уже более 400 тысяч тонн намолотили наши аграрии зерна. Понимаем прекрасно, что Одессина будет большим хлебным хабом для всей нашей страны. Говорим об орошении земель, потому что Краскоховская ГЭС и та вода Днепровская, которая использовалась оттуда, она шла именно на мелиорацию, нарушение херсонских степей. К сожалению, там ситуация действительно просто очень сложная, критическая. И последствия еще, я думаю, что многие годы будут сказываться на нашей жизни в том числе. Но у нас постепенно, еще раз скажу, очищается природа. И, знаете, это вот те маркеры, наверное, довольно пафосно сейчас говорю, тем не менее, те маркеры, которые показывают, что мы тоже преодолеем все трудности, как бы сложно ни было. Поэтому ситуация у нас вот такая. Скажите, вот спустя месяц, да, после событий на Каховской ГЭС, как вы оцениваете события на линии фронта, которая проходит по Днепру, да, как эти действия оккупантов отразились на их собственных целях, и как сильно большая вода повлияла на планы ВСУ? Ну, если говорить о позициях врага, действительно, они пытаются вернуться на те позиции, которые были до террористического акта. Они действительно сегодня возвращаются. Они могут использовать в том числе и артиллерию, и производить минометные обстрелы с левого берега Днепра по тем позициям, которые у нас находятся на правобережье. Вы видите, что Херсон, к сожалению, каждый день находится под обстрелом, так же, как и другие территориальные громады правого берега Днепра. Контрбатарейная борьба – это сегодня то, что главное, что происходит на тех территориях, на части оккупированной, и та, которая пока еще подконтрольна врагу. Но прекрасно понимаем, что будут определенные действия, мы не спешим с ними. Я вообще слово контрнаступление всегда стараюсь избегать. Я, честно говоря, его даже не очень люблю. Так же, как и когда говорят о том, что какие-то действия вооруженных сил Украины, в том числе в районе Херсонщины, они есть какие-то медленные. Нет медленные. Есть поступательные движения. И я вам не даст соврать, как и военные, мы знаем, что для того, чтобы выиграть битву, надо провести несколько боев, подготовить эту битву, чтобы потом в ней победить. Поэтому процесс этот идет, я уже сказал, отчасти о Таврическом направлении, Запорожском, Бердянском, Белитопольском. Есть продвижение вперед, тяжелое, большой ценой, мы это прекрасно все понимаем, но с другой стороны, цена, которую платят россияне, она в разы просто больше. Минные поля, большая фортификация, не все же, к сожалению, вражеское смыло Днепровской водой. Есть бетон, бетон, надо угрызаться. Наши это делают, наши просто действительно титаны, поэтому на южном направлении у нас идет продвижение. То есть это наступательные движения, а не о воронительных. Ну и о будущем нужно думать уже сейчас. У берегов Шотландии проходят военно-морские учения, Сибрис-2023, в которых принимают участие и украинские корабли, Черкасса и Чернигов. Вот насколько важно это событие и участие Украины в подобного рода учениях в период полномасштабной войны? И, конечно же, вот насколько это важно для послевоенного времени? Я, наверное, начну с другого, отвечая на этот вопрос. Я очень жду, когда Сибрис снова вернется в Одессу. Я думаю, что и одесситы уже тоже ждут, когда вот эти военно-морские маневры, они вернутся в наш город, потому что это будет признаком того, что мы победили и война закончена. То, что наши принимают участие, это просто отлично. То, что наши демонстрируют выучку большую, это отлично. Ну и, собственно говоря, я думаю, что какие-то элементы будущей военно-морской доктрины Украины отрабатываются как раз именно на этих учениях, именно с нашими союзниками. Именно там строится тот флот, который, несмотря на большие потери, практически отсутствует, давайте смотреть правде в глаза, сумел уничтожить, наверное, уже процентов 20 Черноморского флота Российской Федерации во главе с флагманом крейсером Москва. Уникальное явление. Поэтому для нас это очень важно. Но еще раз скажу, мы очень ждем возвращения Сибриза к нам в Одессу. Да, мы все ждем. Скажите, еще по зерновой сделке хотели спросить? Вот срок действия сделки истекает уже 17 июля, и в России не раз говорили, что выйдут из соглашения, если не будут выполняться их условия. Сергей, как вы считаете, какова дальнейшая судьба зернового коридора? Сможет ли он, например, работать без России? И чего ожидаете от вероятного визита Владимира Зеленского в Турцию? Вся турецкая пресса об этом пишет, что визит состоится. Я думаю, что, во-первых, если говорить о визите президента, какие результаты позитивные президент из каждой поездки привозит, Чехия дает вертолеты и так далее. Если говорить о Турции, я думаю, что как раз с президентом Эрдоганом речь пойдет не только о судьбе зерновой сделки, у нас впереди саммит натовский. Я думаю, что в Турции есть что сказать. Нам есть что сказать Турции по поводу Североатлантического альянса. Что касается зерновой сделки, россияне уже из нее выходили. Давайте вспоминаем. Да, выходили. Потом сказали, да, вы нас не так поняли и назад заходили. Чем это закончилось, тоже прекрасно помним. Они вернулись и снова начали ныть о том, что не выполняются их условия. Я, конечно, бы там не опускал некого примитивизма позицию России в плане того, что ну нет их и нет. Понятно, они будут стараться максимально-максимально вредничать и стараться подбирать слова о том, как они себя поведут. Они бойкотируют и будут бойкотировать и дальше саботировать работу совместного координационного центра. Что-то выдумывать новое, как, например, по форту Южному, когда они вычеркнули его фактически из этой сделки. Но уверен, что вот те самые стальные части тела, которые есть у президента Эрдогана, в отличие от бункерного деда, он продемонстрирует Путину, и как было это в прошлый раз, когда запретили российским кораблям с другой номенклатурой, а не с зерном заходить в порты Турции. Чем это закончилось? Поэтому, я думаю, что аргументы найдутся. А если их будет недостаточно, президент Зеленский и сегодня президент Эрдогану еще и подскажет, что можно сделать, дабы поставить Путина на место. Я думаю, что все получится. Нельзя исключать, что они снова объявят о выходе сделать. Это понятно. Но верю все-таки в лучшее. Да, будем следить за этим визитом. Спасибо вам огромное. Спасибо за последнюю информацию, за ваши комментарии. Всегда рады видеть в нашем эфире. А зрителям напомню, Сергей Прочук, спикер Украинской добровольческой армии, был с нами на связи. Спасибо. Спасибо.